капец залил добрый день сегодня мы тестируем solar 470 superjet очередной наш проект расскажем про него тут у нас есть вот такие красивые вещи тент комбинированный часть ткани пиксельная часть тканей серая красиво смотрится и и в таком же стиле выполнен чехол на мотор чехол на мотор выполнен вот так и какая красота сейчас поедем на воду пока же я расскажу все что можно с берега лодка естественно забронирована сделала наша водоводная пластина транец усилен мотор mercury 40 джет 60 лошадиных сил здесь получается у нас в этот раз стоит водозаборник джет вульф с крылышками которые дают плюс 20 процентов к скорости и плюс 30 процентов грузоподъемности стоит сразу наш бы забыть брызга отбойник прицеп так как лодка будет эксплуатироваться только на водомете заказчик попросил вот опору сделать такую тем более за счет крылышков он встает видите как ровно прям встает ровно на потопщину поэтому здесь нет упора вид водомет а есть центральная потопщина которая просто имеет более более удлинена скажем так вот крылышки про которые все разговаривают у нас это уже вторая партия водозаборников с крылышками но модель достаточно новая поэтому сильно каких-то таких отзывов пока нету но говорят что уменьшаются прохваты и вплоть до того что даже чуть-чуть прибавляет скорости ну по крайней мере даже если не прибавляет то по крайней мере не теряет скорости по сравнению с оригинальным потому что любой вот такой защитный интейк при замене оригинального интейка на полиуретановый всегда происходит падение скорости там буквально там на один-два километра в случае же этого интейка говорят что падение скорости как минимум нету засекать мы конечно это часть сейчас не будем мотор у нас предварительно обкатом но все равно пока еще не до конца поэтому мы проедем проверим все режимы посмотрим как лодка идет как глиссирует и на этом тестирование лодки для заказчика у нас закончится ну и заодно снимем небольшой обзорчик но и вот да такая же вот дуга у нас носовая сделано полиуретан все одеваем спас жилеты и на воду все выезжай давай давай прогреваем моторчик как я сказал мы его предварительно уже обкатали у меня страшно смотреть нормально 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 я так не Я не могу вперёд сделать Нормально Захватов нет Когда холодно вот сейчас уже срабатывает инстинкт самосохранения и уже такие пироиды страшно выписывать Потому что вода вон какая холодная Ну по крайней мере выглядит такой сринцовой И думаешь да ну ему нафиг Давай сошли Сняли рыбакам вольница Теперь уже судового хода как такового нету Егимсу Чё сказать вот где вот рыбак на судовом ходу или не на судовом Поэтому все рыбаки по центру реки чешут хариуса ловят Надо тоже ехать пока ещё погода позволяет Прокатились Погоняли на разных режимах Сейчас вкратце я расскажу про комплект То есть что у нас Ну весла эти двигаются Что у нас получается Типовой комплект достаточно Единственное что тут стоит мотор 40 джет 60 лошадиных сил Четырехтатный Все таки на такие комплекты чаще Мы ставим моторы 50 лошадиных сил Двухтатные Меркурий и Тахасу На водометной насадке Здесь же вот такой мощный мотор Чувствуется по приемистости Красивый очень у него звук конечно Поэтому ну вот Заказчик заказал такой мотор Периодически мы с таким мотором собираем 470 супер джеты Ну это уже Как сказать Это наверное уже максимум Для этой лодки Дальше торга наша идёт Стандартная торга С корзинами Всё вплетено в люверсы Мотор Транец усилен Так как Мотор вешает 125 кг С насадкой уже Сухой вес Поэтому транец Мощно усилен Всё у нас тут Зафиксировано Фильтр сепаратор стоит Трос рулевой Здесь стоит редуктор 1.8 оборота перекладка То есть Обычный механический редуктор Далее Фишплатформа Под ней находится бензобак Аккумуляторный ящик Всё типовое Сюда можно что-то ещё сложить Аккуратненько всё Всё у нас Нигде никаких там Соплей Нигде никаких там Низольменты Ничего нету Всё на стяжках На скрутках На хомутах На термоусадках И всё на обжимках Далее Закрываем Амортизаторы ещё Новые Крепкие Туго даже закрывать Получается У нас здесь Пайолы Застелены Вот Получается До носовой части До того места Где лодка Начинает сужаться У нас Застелены Пайолы Установлены И фишплатформа И бензобак Крепление Бензобака Фишплатформа Кроме того Что она у нас В распорку Мы всегда Фиксируем Фишплатформу Ой Фишплатформу Мы всегда Пайолы На любой лодке Дополнительно Всегда фиксируем Просто мы видели Некоторые решения Когда Пайолы Не фиксируются К баллонам А просто Ставятся в расклинку Там или как-то Прижимаются Дело в том Что Вот он стоит В расклинку Вроде бы нормально Но если Вдруг что-то случится И баллон Подспустит То Пайолы Уже ничего держать не будет Они будут болтаться Они могут выскочить Ну то есть Это опасно Далее Здесь получается Передний рундук Ну просто Вот Две вот эти лавки Мы собрали Поставили два сидения Достаточно все просто Далее Наша типовая Полностью Консоль Вот Ничего не перебавляли Не убавляли Это та консоль Которую можно отдельно Приобрести Она называется Прямоугольная Прямоугольная Консоль Имеется Отличие Какие у этой консоли Она Имеет Вплетение Влюверсы В двух местах Трубки Большая очень Площадь опоры Большое разнесение Вот здесь За счет этого Она очень жесткая В отличие от креплений На пятаках Все здесь Очень жестко Машинка типовая Ну приборы типовые Что там Аналоговый тахометр Стоит Все по минимуму Ну и вот такая У нас получается Душка Крепление тента Или опоры Крепление тента Не знаю как ее назвать Правильно Дуга Мы периодически их делаем Разной формы Вот в этот раз У нас получилась такая С таким углом наклона Он Такой угол наклона Обусловлен тем Что у нас Подходит Тент Опора тента Подходит Полностью К рулевой консоли Очень удобно Стоять Держаться Какие-то фары Камеры Сюда можно закрепить Не знаю там Подстаканники Все что угодно Ну Вкратце вот такой обзор Наверное все я уже рассказал Лодка идет хорошо Сильно мы конечно ее не гоняли Потому что Мотор на обкатке Внутри лодка также Кстати вот проклеена Полоса защитной пленки Для того чтобы Стрингера не терлись Лучше пусть они трут защитную пленку Чем они будут тереться по баллонам Обороты кстати максимальные 5200 Показал Этот комплект Ну на 40 джет Максимальные обороты На новых двигателях Они Так и колеблются 5200 5400 То есть получается 60 лошадиных сил Улитка большой серии У нее очень большая производительность По объему воды И вот такие обороты Улитка Вмышит Эту Эту Улитка 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 Ваш Maintenant Улитка Пустя Ни Время Улитка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok